Всем огромный привет! Спасибо, что зашли на мой канал! И сегодня я не накрашенная, а это значит, что у нас будет собиралка. Будем краситься! Начинаю с базы. Далее я наношу тон. Это у меня будет крем-биби-крем от KIKO SPF 30 здесь. Наношу пальчиком. Этот тон очень легкий и практически незаметный на коже. Далее у нас будет консилер. Это Full Coverage 2 в 1, его можно использовать как тональное средство и консилер. Я использую сегодня как консилер, потому что у меня очень большие синяки и их нужно замазать. Консилер хорошо скрывает синячки. Также хочу нанести его на мои пятнышка, какие-то покраснения. Я наношу туда, где еще немножко нужно скрыть. Буквально. Так как бровки у нас уже накрашены, я вам скажу, что для бровей я сегодня использовала вот такой гель от марки Benefit и карандашик от NYX. Очень люблю карандаши от NYX, именно вот для бровей они действительно классные, стойкие и бюджетные. Далее переходим к глазам. Сегодня я буду использовать палеточку, одну из любимых от ZOEVA или ZOEVA, то как я говорю ZOEVA. Натуральный нут. И буду проработать складку века. Наношу вот этот оттеночек. Далее более светлым оттенком, вот этим, проработаю чуть ниже и ход брови. Следующий оттенок, который я буду наносить пальчиком, будет вот этот оттенок. Буду оформлять второй складку. Далее растушевочной кистью наношу немножко складку века. Тот оттенок, который я наносила в первый раз. Конечно, палетка классная, но если бы еще зеркало было, вообще было бы супер. Конечно, зеркала не хватает. Оттеночек, который чуть потемнее, наношу вот сюда. Вот как китайские кисти сразу ломаются. Бам-бам! И нету. Выбрасываем. Далее. Буду наносить какое-то другое. Растирование. Беру чистую пушистую кисть и растушевываю. На кисть не нажимаю. Очень-очень долго. Добавлю еще в складку века. Немножко другой цвет. Забыла сказать, самым светлым оттеночком проработаю вот эту пушистую. А кистью, которая проработала складку века, немножко проработаю вот эту пушистую. Этим же оттеночком проработаю внизу еще раз. Наношу тушь. Тушь у меня будет от Heimish. Я ее заказывала на iHerb. Но, если честно, первый раз, когда я ее накрасила, я такая была, вау, блин, ну реально, какие классные были ресницы. Даже хвалила своей подруге, говорила, наконец-то я нашла идеальную тушь. Но, со временем, наверное, недельки через 3-4, наверное, чуть больше, как-то она мне разонравилась. Я даже не могу понять, почему, но больше я ее заказывать не буду. Как-то она мне не в душе. Не знаю, не нравится. Сейчас посмотрите, как она работает. Мне кажется, она просто как-то быстро засыхает или... Я даже не могу понять, видите. Пока я поболтала, уже как-то на ресницах она не работает так, как мне хотелось. Видите, конечно, да, она удлиняет, но она реснички просто склеивает и очень быстро схватывается. То есть, если наносить уже второй слой, то я думаю, что это будет просто какой-то кошмар. Так что наносим очень быстро. Хочу все-таки прочесать брови. Ой, брови, ресницы. Постоянно я путаю брови, ресницы. И немножечко, буквально чуть-чуть прорисую нижние ресницы, так как сегодня этот макияж дневной, я не хочу его утяжелять. И так же расчешу. Мне кажется, просто после этого видео я ее выброшу сразу в пустые свои баночки или разочарование, или прямо в мусорник, что действительно тушь никакая. Ну, лично на мне она не работает. Может, кто-то скажет, да нет, она классно работает. Ну, я, конечно, разочаровалась. Тушь, которая, ну, буквально ей два месяца, и так работает. Ну, не будем портить настроение. Приступаю к пудре. Пудра у меня будет от KIKO, та, которую я недавно заказывала. Если вы еще не видели это видео с распаковкой моих покупок в магазине KIKO, я вам оставлю ссылочку внизу, чтобы вы посмотрели. Так, пудра мне нравится. Она очень мягкая, практически незаметная. И что немаловажное, у нее SPF 30. Мне это нравится. На Т-зону можно нанести чуть больше, так как у нас уже жарко, и Т-зона она жирнется. Хотя у меня сухая кожа, ну, нормальная, склонная к сухости, но все равно, вот крылья носа, подбородок бывает немножко жирнется. Кстати, кисточка у меня от HAKURO. Очень классная, специально для пудры H55. Говорю. Немножко добавлю контур. Туда, туда, туда. Вот эта часть, которую нужно немножко закинуть. Ну, все-таки. Тушуем. Вот этой стороны я такой кругляш. Я стараюсь вот эти места немножко затемнить, чтобы быть худенькой. Наношу также бронзер. У меня вот такая малютка от HOOLA. Покупала я у нас сифори. Есть также в комплекте идет кисточка. Ну, мне кисточка, когда как. Бывая пользуюсь, бывая нет, но на данный момент хочу просто взять вот такую скучную. Немножко наберу. Кстати, очень мягкие и буквально вот немножечко. Как вы знаете, если не знаете, то я вам скажу, что камера съедает половину цвета. А вот как в реальной жизни вы видите, на камере будет совсем по-другому. То есть я сейчас добавлю немножко больше, чем бы я добавила в реальной жизни. Чтобы просто показать вам оттенок. Прохожу также носик. Вот эту часть. Тем, что осталось на кисти. Я уже продукт не набираю. Наношу наконец-то свои любимые румяны. Эти три цвета я их просто смешиваю. И сюда тоже. И последним этапом у нас будут губы. У меня классный новый карандаш от KIKO с весенней их коллекцией. И вот такая помадка. Я люблю рисовать контур. Вот не только контур, а также заходить еще внутрь. Карандаш очень стойкий. Сейчас покажу вам помаду. Она вот такая. Цвет у нее очень красивый. Она кремовая. То есть я покупала в KIKO две помады, которые я вам покажу чуть позже. В следующем каком-то видео. Но сегодня я хочу, так как это дневной макияж, я хочу нанести ее. Она кремовая. Ну и также хорошо держится. Мне кажется, эта помада очень хорошо подходит под этот макияж. Она такая весенняя, классная и очень красивый цвет. Девчонки, на сегодня это все. Это была моя рубрика «Собирайся со мной». И если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Всем пока и увидимся в следующем видео.